Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из замечательных партий 10-го чемпиона мира Бориса Васильевича Спасского, в которой он был настроен очень агрессивно. Он разыграл свою любимую закрытную сицилианскую защиту и пожертвовал в ней несколько пешек с целью раскрыть неприятельского короля. Что же из этого получилось, мы с вами сейчас и посмотрим. Дело было в Норвегии, в Ювике, в 1983 году, и соперником Спасского был очень сильный английский игросмейстер Энтони Майлз. Спасский начал партию ходом d4, Майлз ответен ходом c5. Конечно, Майлз был очень большим специалистом варианта дракона, поэтому Спасский, видимо, решил противопоставить свою систему. Далее, конь c6, g3, g6, слон g2, слон g7, d3, d6, f4, e6, конь f3, конь g7, соперники выходят в табе у закрытых сицилианки, и здесь Спасский нередко играл слон d2, но в этой партии решил пойти слон e3. Все-таки ход слон e3 поактивнее, белый где-то и d4 хотят провести, но здесь черные не дают сделать этого белым сразу, играют конь d4, блокируя пешку. Слон f2, полезный ход, таким образом слон уходит от возможного нападения, нередко Спасский бил впоследствии на d4, ну и после взятия коня переставлял на e2, подрывал пешку ходом c3. Конь ec6, далее конь d4, и здесь Майлз побил конем. Ладья b1, естественный маневр, перед тем как сыграть конь e2, чтобы пешка на b2 не подвисала, она защищается ладьей. Слон d7, конь e2, ферзь a5, и здесь вот первая жертва пешки c3. Происходит размен на e2, и дальше Майлз лакомится пешкой a2. Ну, здесь Спасский играет e5, при этом не только нападая на пешку d6 своей пешкой, но и слоном нападая на пешку b7. Если сыграть d5 вот в этой ситуации, то ослабляется пешка c5. Вот так, в открытых вариантах социлянки эта пешка исчезает буквально на третьем ходу, но в закрытом варианте она является одной из главных слабостей черных. Ферзь b3 здесь играет черная, здесь конечно можно было побить d, e, но далее следует ход слон, бьет c5, нападая на ладью. Дальше ладья fd8, fe, и эта позиция у белых уже лучше, потому что они сейчас нападают на пешку b7, двинуть ее вперед нельзя, поэтому можно защитить таким образом. После размена ферзь f3, и нападаем на f7, и держим под прицелом эту пешку. В общем, у белых перевес. Поэтому нет смысла здесь бить на e5, ферзь b3, ход неплохой. При этом защищаем пешку ферзем. Следует ход ed, и вот эта пешка на d6 становится очень-очень сильной проходной. Она пока сдерживается белопольным слоном черных, но все-таки понятно, что такая блокада не вечна. Ладья fc8, играют здесь черные, и спаски жертвуют вторую пешку, вот под два боя играет f5. Понятно, что нет смысла бить ef, потому что ферзь проникает на e7, и очень тревожно здесь становится за судьбу белопольного слона черных. Конечно, можно было проигнорировать эту пешку, ну долго ли терпеть вот такую вот наглую пешечку на своей половине поля черным. Поэтому они бьют gf. Далее следует ход g4, и еще одна жертва пешки. Все с целью раскрыть короля. Но здесь черные не забирают сразу на g4, они сначала играют слон c6, слон h4, и теперь взятие. Ферзь бьет g4. Сейчас уже становится реальной угроза слон f6, поэтому f5 здесь играют черные, ферзь g3, и черный играет король h8. Идея в том, чтобы ладью подключить и атаковать по линии g. Слон бьет c6. Для того, чтобы подключить ладью, надо побить пешкой. Далее следует ход ферзь f3 и ладья g8. Сейчас белым бить на c6 просто нельзя, потому что следует вот такой вскрытый шаг, и после короля h1, ферзь c2 подключаемся, и ферзь h2 мат угрожает. Ну а на перекрытии ферзь бьет d3, тут тоже малоприятного, и пешка под ударом, и где-то ферзь h3 тоже угроза есть. Поэтому белые играют король h1. Так нужно играть. Ладья a f8 играют черные, но здесь опять же, брать на c6 опасно, ввиду в данном случае, опять же, хода слон e5. И указанный выше вариант. Поэтому здесь белый играет слон e7. Ладья e8, и в этой ситуации Борис Спасский играет ладья g1. Вот это серьезная неточность. Конечно, ход напрашивается поставить ладью на открытую линию, но в то же время нужно было сконцентрировать свое внимание на пешке e6. Далее вот сыграть ладья b e1, поставить ладью дальнейшем еще на e2, сдвоить фигуры, давить на эту пешку, ну и в дальнейшем где-то иметь в виду продвижение пешки d. Ну, белые сыграли ладья g1, выпустив при этом львиную долю своего перевеса. Ферзь b7 сыграли черные, и в этой ситуации Спасский бьет на g7. Вот прельстила его идея здесь пожертвовать время на качество, а потом связать ладью ходом слон f6. Можно было опять же сыграть ладья b e1, перевес здесь белых был больше, чем после ладья бьет g7. Ну, идея достаточно занятная. Слон f6, ладья f8, слон e5. Ну, очень красиво здесь стоит слон, и ладью связывает, и пешку защищает, но перевеса уже серьезного у белых нет. Ладья ff7, ладья e1, ферзь d7, ферзь e3. И следует ход король g8. Сейчас ладья уже может уйти, поэтому бить нужно. Мы останавливаем материальное равновесие, и вот здесь перед Спасским выбор, бить пешку на c5 или на e6. И вот в этой позиции 10-й чемпион мира снова выбирает не то продолжение. После хода ферзь бьет c5, перевес белых был весьма ощутим. Ну, а после хода ферзь e6 партия переходит в ладейное окончание. Ладья d7. Здесь играют черные, и при этом в дальнейшем имею в виду ход король f7. Попытаться погоняться за этой ладьей. Король f7, ладья a6, король g7, и пешку на d6-то отдавать не хочется. Поэтому Спасский пытается вот так ограничить короля, но ладья f7. Понятно, что переходить в пешечное окончание здесь в белом смерти подобно, потому что пешка d6 уже погибнет. Ну, а пешка f у черных очень сильная проходная. Поэтому ладья e6. Пока держимся в этой позиции. Ладья d7, король g2. Ну, понятно, что белые играют здесь на перевес, на победу, но черные имеют достаточные контр-шансы. Вот смотрите, Спасский пытается выжать воду из камня, но на самом деле этот камень уж совсем какой-то безжизненный. Ладья f3, ладья d7, ладья h3 и король d6. Ну, единственный перевес белых связан с тем, что черных испорчена пешечная структура на ферзьевом фланге. Конечно, этот перевес долговременный, но уж очень он микроскопический. И особенно при ладейных окончаниях здесь вот такой небольшой перевес, он может и не сказаться. Король b6, ладья h4, a5, король d2. Ну, вот соперники здесь борются, но на самом деле ничего здесь не получается. d4 угрозу парирует здесь Майлз. Ладья h3, король b5. Демонстративно повторяет позицию английский гроссмейстер. Король a5, король a2, король b6 и ладья h5. Ну, и здесь происходит, наконец, размен пешек. Ну, проходная пешка h особо далеко не убежит, потому что Майлз правильно ставит свою ладью. Позади проходной. h5, король b5, h6, король c4. Ну, и дальше ладья a7, происходит размен. Ну, и здесь соперники согласились на ничью. Вот такая вот партия утраченных возможностей, но вот такой вот атакующий порыв Бориса Спасского в дебюте пожертвовал несколько пешек, достиг такого очень серьезного перевеса, но все-таки не смог его реализовать. Надеюсь, что данная партия заслужила вашего лайка. Не забывайте подписываться на канал Шахматы для всех. Мы продолжаем рассматривать партии Бориса Спасского в закрытой сицилянке и, надеюсь, на положительные отзывы ваши в комментариях под этим видео. Спасибо за внимание. До свидания.